На майские выходные медучреждения изменят график работы. В частности, 30 апреля, 2-7 мая поликлиники и аптеки будут принимать пациентов по расписанию субботы. 1, 3 и 9 по плану праздничного дня. 8 числа, выходного, 14 рабочего. Белорусские пенсионеры с 1 мая смогут купить билет на поезд со скидкой 50%. Для этого нужно предоставить оригинал удостоверения. Акция действует до конца октября и распространяется только на региональные линии эконом-класса. Традиционное снижение стоимости связано с началом дачного сезона. Теперь, если ГАИ остановит водителя, ему достаточно предъявить права и технический паспорт автомобиля. Нововведение прописано в обновленном ПДД. Проверить страховку и техосмотр госавдоинспекторы смогут удаленно. Медсправка необходима только тем, кто имеет проблемы со здоровьем или собирается выехать за границу. Предприятия Белгоспищепрома на 80% обеспечивают потребности белорусов в кондитерских изделиях. В этом году на внутренний рынок уже поставили 12,5 тысяч тонн сладостей. Продукция сходит с производственных линий красного пищевика, коммунарки, спартака, слодыча и красного мазырянина. Бавруйская белшина разошлась миром с футбольным клубом «Витебск» 2-2. Матч прошел в рамках пятого тура высшей лиги. В составе шинников дубль на счету Зиновича. Сейчас заводчане располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. Следующий поединок подопечные Альберта Рыбака проведут в Жодино, где 30 апреля сыграют против торпеда «Белаз». Начало в 13.00.